У меня сочекла нога. Как же больно. Не больно. Аааа. Так, можно как-то положить ее. Всем привет, как ваши дела? Я надеюсь, что все очень хорошо. Сегодня я снимаю интро для этого видео в моей спортивной одежде, потому что я направляюсь в спортзал, как не прискорбно. Я только что вернулась с обеда с моей очень хорошей подругой, которую я не видела тысячу лет. Это было просто здорово, но теперь мне придется идти и отрабатывать все съеденные за обедом фокаччо. Я не знаю, насколько это приемлемо для вас, но сейчас, как мне кажется, в последнее время так много действительно очень красивых и таких супер продуманных видео, что это становится даже немножечко противоестественно, поэтому мне захотелось чего-то более расслабленного, чтобы мы могли почувствовать себя ближе друг к другу, я к вам, вы ко мне. Но, если вам не нравится, если вы ненавидите такой стиль видео, дайте мне знать, и в следующий раз я сделаю полный марафет и вернусь к старому стилю съемки. В общем, да, давайте перейдем к теме сегодняшнего видео. Я расскажу вам про топ 7 вещей, которые я носила на этой неделе. И да, кстати, помимо тех вещей, которые я носила чаще всего за последние 7-12, там, 14 дней, я решила включить сюда еще 2 вещи из моего магазина винтажных вещей, шик-чаптер, ссылку на него я оставлю внизу в описании под видео, если вам что-то понравится, вы сможете зайти и посмотреть. А сейчас предлагаю перейти прямо к теме нашего видео. И вещь номер 1, это моя белоснежная футболка от Гэп, это моя вторая Гэповская футболка и опять же мужская. И приобрела я ее именно потому, что первую футболку я носила так часто, как будто бы у меня вообще нет другой одежды. Должна сказать, что отныне Гэповские футболки официально признаны моими самыми любимыми, потому что, а, они смотрятся очень стильно и очень минималистично, и, б, мне кажется, они сотканы из слез тибетских девственниц, потому что, я не знаю, ткань просто волшебная, она настолько мягкая и комфортная, практически не мнется, и, что самое важное, после десяток стирок она выглядит так же, как первый день. Это для меня очень-очень важно. Пункт номер 2, мой нюдовый боди от Topshop. Я, если честно, ненавижу слово нюдовый, но в данной ситуации оно приходится как нельзя кстати, потому что он не бежевый, он не кремовый, он именно телесный. Мне безумно импонируют вещи, которые могут быть одновременно простыми, и при этом немножечко секси. Мне кажется, этот эффект достигается именно благодаря оттенку, близкому к тону кожи. То есть, издалека такое ощущение, что на вас ничего нет. Это странно, но смотрится здорово, поверьте, это классно. На самом деле, вещь супер мультифункциональная, потому что, например, днем я ношу этот боди с какими-то бралетами и джинсами на высокой талии. Если я еду на пляж, я могу надеть его с вьетнамками и шортами. Если я вечером иду, скажем, на встречу с подругами, я добавляю высокий каблук, брюки со стрелками и тоже смотрится роскошно. Главное подобрать правильное окружение. Итак, пункт номер три. Меня всегда упрекают в том, что я не ношу белье. И по большей части так оно и есть, я не собираюсь за это извиняться, но в Германии в Кос я нашла такой роскошный пудровый бралет, что у меня просто нет слов. И, наверное, единственное, о чем я жалею, это о том, что я не могу продемонстрировать вам его на себе, потому что он совершенно прозрачный, это будет абсолютно неприемлемо. Но поверьте мне на слово, смотрится он просто потрясающе. Мне кажется, это самое стильное и крутое белье, которое у меня когда-либо было, и теперь я хочу иметь его в каждом доступном оттенке, но, к сожалению, коз у нас в России пока нет. Хотя в Москве может быть есть, но, по-моему, даже в Москве его нет. В общем, мне придется начать охоту, когда я поеду в Европу в ближайшее время. Этот цвет идеально подходит практически для любых летних вещей, он смотрится очень легко и ненавязчиво, и материал сам по себе такой невесомый, как дымка. В общем, мне приходится убеждать себя и заставлять себя не надевать его пять дней в неделю, иначе я бы просто жила в этом бралете. Дальше перейдем к обуви. Это мои сабы из УТРК, и должна сказать, что несмотря на то, что они выполнены из натуральной кожи, это, наверное, самая жесткая обувь, которая у меня когда-либо была, потому что сама по себе кожа какая-то очень плотная, она врезается в кожу, и при этом платформа совершенно неудобная, она тоже высокая и жесткая. В общем, это немножечко каторга. Но! Есть одно большое но. Любой образ, который вызывает у вас какие-то сомнения или кажется незаконченным, они превращают просто в супер-классный, мега-современный, модный, стильный образ. По крайней мере, на мой вкус. И мне кажется, они такие гладкие, обтекаемые, такое ощущение, что они сделаны из цельного куска дерева или что-то в этом роде, я не знаю. Но, мне кажется, они совершенно божественны, хотя дилемма между красотой и удобством определенно имеет место быть. Следующая пара это, опять же, сабы, или как их сейчас называют, миулины, этот раз из Зары. И этих малышек я ношу достаточно часто, особенно если в дневное время у меня есть какие-то встречи или дела, где мне необходимо выглядеть презентабельно, но вы меня знаете, я не из тех, кто будет ковылять в 12 часов дня на шпильках, поэтому вот эти миули и брюки со стрелками стали панацеей для меня, по крайней мере, на время летних каникул. И мы плавно переходим к моим фаворитам из Шикчапты. И первое, что я выбрала на этой неделе, это винтажный жакет от Дизель из светло-голубого днима. По мне, это просто идеальный летний, легкий и при этом достаточно плотный джинсовый жакет. Это определенно одна из тех вещей, которые можно набросить на любое летнее платье или на простую белую футболку, и при этом абсолютно ничего для этого не делая и ни капельки не стараясь создать впечатление такого продуманного, интересного образа, который хочется разглядывать. И самое приятное заключается в том, что никто никогда не скажет, о, я видела этот жакет в Заре, завтра пойду куплю такой же, потому что второго такого просто нет. И заключительный лот на сегодня это легкое нежное желтое платье с цветочным принтом. Если честно, я вообще не стою в первых рядах поклонников желтого цвета, но этот оттенок просто свел меня с ума, потому что он какой-то абсолютно другой. Во-первых, само собой это платье будет смотреться абсолютно роскошно летом, как в отпуске, так и в городе, но я почему-то вижу его, причем с самого первого дня нашей встречи, я вижу его именно в конце лета или даже теплой осенью, когда уже сверху можно накинуть какой-нибудь уютный свитер и на ноги одеть более закрытую обувь, например, кеды, или светлые замшевые ботиночки, или какие-то вообще а-ля мужские туфли. В общем, остановите меня, но это платье определенно украло мое сердце с первого взгляда, я просто влюблена в него. И на этом у меня все на сегодня, огромное вам спасибо за просмотр, и, кстати, я хотела спросить у вас, что вы думаете насчет влогов, потому что, если честно, в последнее время мне безумно нравится снимать влоги, я уже наснимала кое-что, поэтому, если вы хотите посмотреть, ставьте лайки к этому видео, и, пожалуйста, напишите мне в комментариях, вообще нужны вам влоги или не нужны, и мы делаем просто такие посидеть, поболтать о моде видео, потому что здесь все зависит от вас, я, конечно, хочу делать то, что нравится мне, но нам необходимо найти какой-то компромисс, понимаете? Поэтому я предлагаю открыть эту тему к обсуждению, кто за, кто против, пожалуйста, пишите мне. И, в общем-то, да, на этом, наверное, все. Здесь ссылки на все мои социальные сети. Я побежала, умоюсь, смою с себя всю косметику, и пойду отжиматься и бегать, поэтому молитесь за меня. Я очень вас люблю, увидимся в следующий раз, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok